В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Строительство пешеходной дорожки к пристани начато в деревне Андреевское Молоковского сельского поселения. В связи с тем, что технику сюда нельзя завести, все работы происходят вручную. Не устаем говорить спасибо врачам, которые продолжают упорную борьбу с ковид-19. Благодарю средства массовой информации за возможность сказать спасибо врачам, потому что, как я уже говорил, я попал в руки ангелов. Живая музыка и свежий воздух. Певец Андрей Пекалов прямо под открытым небом радует видновчан музыкой. Надо как-то выйти на улицу, попеть для народа. Потому что дома сидеть неинтересно. В деревне Андреевское, что в сельском поселении Молоковское, начато строительство пешеходной дорожки к пристани, откуда отходит речной трамвайчик. Этот маршрут используется большой популярностью, но до недавних пор это была лишь протоптанная людьми тропинка. О ходе ремонтных работ расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Эта тропинка между домами 5 и 7 по Москворецкой улице в деревне Андреевское особенно популярна в сезон навигации. Ведь ведет она прямиком к пристани, откуда отходит речной трамвайчик. Он перевозит местных жителей на другой берег Москвы-реки. 11 рейсов в день. Капитан трамвайчика говорит, пассажиры всегда есть, поэтому новая пешеходная дорожка будет очень кстати. Так думают и пассажиры. Здесь был трап деревянный развалившийся, и дорожка, люди ходили, падали, когда дождик размывал. И дорожка, конечно, нужна. Сейчас дачников очень много здесь, они все пользуются. Из-за крутого склона тротуар сделают ступенчатым, установят поручни. Помимо этого, рядом с пристанью оборудуют остановочный павильон с навесом и лавками, чтобы пассажирам было комфортно дожидаться транспорт. Положат новую деревянную платформу непосредственно перед сходом на пирс. Эту дорожку очень долго просили люди. То есть староста деревни обращался, было обращение жителей. Летом у нас работает вот такой замечательный транспорт речной. И очень много жителей имеют здесь частную собственность. А проживают в Латкарина. Строительные работы ведут сотрудники муниципальной организации «Дорсервис». На благоустройство из бюджета Ленинского городского округа выделено порядка полутора миллионов рублей. На данном этапе работы идут пока только земляные в связи с тем, что технику сюда нельзя завести. Все работы происходят вручную. Соответственно, в течение двух недель, я думаю, мы эту работу закончим. Облагороженная асфальтовая дорожка появится и с другой стороны подхода к пристани, за домом номер 7. Местные жители просят руководство сельского поселения Молоковское обратить внимание на еще одну проблему деревни Андреевское. Отсутствие искусственных неровностей на проезжей части или лежачих полицейских. Их наличие позволило бы обеспечить безопасность движения по населенному пункту. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. На протяжении нескольких дней в лентах информагентства появляется информация о том, что за последние сутки в некоторых муниципалитетах Подмосковья не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19. В том числе и в Ленинском городском округе. Безусловно, главная заслуга в этом врачей, которые круглосуточно борются с пандемией. Об одном из них и о спасенном им пациенте в нашем сюжете. Юрий Николаевич Селин строго выполнял все предписания, соблюдал режим самоизоляции, носил перчатки и маску. Но все же не смог избежать заражения коронавирусом. Обрадовался, что разрешили выйти на работу. Неделю отработал добросовестно. В пятницу почувствовал себя плохо. В субботу пытались как-то поддержать организм, но состояние ухудшалось. Рано утром, в воскресенье вызвали в больницу. Здоровье ухудшилось настолько, что пациента пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Сами врачи отмечают, что у больных с такой степенью тяжести заболевания очень часто исход бывает трагический. Дается вытаскивать тяжелых пациентов, как, например, Юрия Анатольевича Селина. Но, к сожалению, число выздоравливающихся пациентов после ИВЛ не так много. Это Селин Юрий Анатольевич, настоящий боец, что можно про него сказать. Он стойко переносил все тяготы болезни. Поверьте мне, очень тяжело физически, особенно психологически, находиться в реанимационном отделении. Заведующий отделением реанимации номер один ВРКБ Александр Плиев занят настолько, что смог дать нам интервью только дистанционно. Вспоминая отношения врачей, бывший пациент едва сдерживает волнение. Мы раньше много слушали о западной медицине, о том, как там внимательны, о том, как щепетильны врачи, насколько у них высокие достижения. Но то, что я встретил в Витновской больнице, я говорю, меня просто шокировало. Настолько доброжелательно, настолько внимательно, что я просто удивлен. Это при том, что работать приходится в полном защитном облачении. Впрочем, недаром доктор назвал пациента настоящим борцом. Пять суток провел Юрий Анатольевич на аппарате ИВЛ. При этой процедуре лицевая маска, так называемая, плотно прилегает к лицу. Маска практически въедается в кожу лица. Но Юрий Анатольевич только выдержал это испытание, назовем это так. Мало того, он находился в промпозиции, так называемой. Это когда пациент находится на животе практически все время, 90% времени. При этой позиции лучше вентилируются задние отделы легких, которые значительно страдают при пневмониях, вызванных коронавирусной инфекцией. Говоря о тех днях между жизнью и смертью, Юрий Анатольевич сравнивает врачей с ангелами. Состояние организма было такое, что голова вроде была трезвая, а тело не слушалось. И вот руки этих белых ангелов, лиц которых я не видел и до сих пор не знаю, носили на руках, пеленали, кормили, все. Это неписуемо. Сейчас самые тяжелые позади. Юрий Анатольевич уже выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Восстановительный период не затянется надолго, но, к сожалению, в дальнейшем Юрий Анатольевич в группе риска по респираторным заболеваниям, и он должен быть тщательным и следить за своим здоровьем. А коллектив отделения реанимации номер один желает ему скорейшего восстановления. Поскольку при подобном тяжелом течении болезни, как у Юрия Селина, процент выживших крайне мал, Юрий Анатольевич считает, что доктора сотворили настоящее чудо. Я благодарю средству массовой информации за возможность сказать спасибо врачам, потому что, как я уже говорил, я попал в руки ангелов. Сейчас Юрий Анатольевич мечтает о том, что когда закончатся эти сложные дни, он разыщет врачей, которые его лечили, чтобы, глядя в их лица, еще раз поблагодарить их за этот подарок – жизнь. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Знаете ли вы, какое здание бывшей усадьбы купца Ивана Гаврилова сохранилось до наших дней? А где именно находились заводской клуб, временной и южной поселки? Об этом и многом другом в сюжете нашей постоянной рубрики «Видному» 55. Это двухэтажное здание на Белокаменном шоссе – то немногое, что осталось от построек усадьбы купца Ивана Гаврилова в селе Таболово, которые ранее владели Иван Морозов, бояриня Анна Хитрова, Федор Андрей и Петр Апраксины и Дмитрий Трупецкой. Затем дом использовала как дачу семья Антона Павловича Чехова. А в советское время здесь была Чеховская библиотека. Недалеко отсюда находятся школы, и учащиеся ходили сюда, в библиотеку, в читальный зал, брали книги домой. Также и взрослые пользовались литературой. Кстати, храм Успения Пресвятой Богородицы, расположенный неподалеку, также относится к Таболовской усадьбе. Инициатором его строительства стал один из ее владельцев – сподвижник Петра I Петр Апраксин. Возводить храм начали еще в 1705 году. Стройка затянулась на 16 лет. Храм построен из белого камня, из весняка. За 300 лет весняк хорошо сохранился, ни разу не было ремонта снаружи. Название Белокаменное шоссе, которое находится здесь рядом, пошло от церкви Белокаменной, так как она. И Белокаменную Москву строили тоже из белого камня, который привозили с реки Пахра. После революции усадьбу в селе Таболово преобразовали в совхоз. Затем эти земли решили отдать под строительство московского коксогазового завода. А рядом с 1937 года начали возводить временный поселок для рабочих. Именно здесь, восьмая линия, дом 10, жили руководители МКГЗ – Лемешко, Гаевский и другие. А вокруг, от завода до самого Каширского шоссе, располагались деревянные бараки для рабочих. На временном поселке было все необходимое для жизни – магазины, баня, почтовое отделение, поликлиника и даже больница. А после работы по вечерам строители и работники МКГЗ спешили в клуб «Строитель». Сейчас это здание находится в запустении и обнесено забором. Самая первая школа для детей, строителей и сотрудников Москокса располагалась на берегу Таболовского пруда в одном из зданий имения. Она выглядела, как письменная буква «Т» состояла из трех крыльев, можно сказать. В одном крыле была расположена дневная школа. Она открылась в 50-е годы. А в другом, в третьем крыле, была вечерняя школа, которая открылась в 49-м году. Кстати, именно в этой школе и училась краевед историко-культурного центра Александра Михайловна Спиренкова, благодаря которой и состоялась эта увлекательная экскурсия в прошлое нашего родного края. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. С наступлением лета певец Андрей Пекалов радует своим творчеством жителей Видного. Уличный артист поет популярные песни в сквере на проспекте Ленинского комсомола. Наша съемочная группа побывала на концерте под открытым небом и готова поделиться своими впечатлениями. Слово Натальи Буслаевой. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. Уличный певец Андрей Пекалов считает, что несмотря на карантин, горожане не должны оставаться без концертов. Его площадка для выступлений сквер на проспекте Ленинского комсомола, чтобы жители города Видное смогли насладиться любимыми мелодиями под открытым небом. После этого ведения карантина, люди сидят дома, никто никуда не ходит. Я думаю, что надо как-то выйти на улицу попеть для народа, потому что дома сидеть неинтересно. Первое уличное выступление состоялось на 8 марта, потом на День Победы. Местные жители оценили творчество артиста и предложили устраивать такие концерты на открытом воздухе как можно чаще. Он поет песни наших лет, и всем это нравится, поэтому вот так вот, все с удовольствием слушают его песни. Конечно, приятно. Он приходит, поет песни, мы ему подпеваем. Андрей Пикалов приехал в город Видное в 2016 году из Норильска. 43 года прожил на севере, где работал металлургом. Увлекся музыкой только после 50 лет. Сначала пел в караоке, потом стал участником творческого коллектива. В Москве у нас есть такое ГБУ, Центр культуры, досуга и спорта, называется Истоки. Вот я там познакомился с людьми тоже, которые поют. Меня приняли в коллектив вокальный. Я солист этого коллектива. Мы даем концерты в Москве. Сейчас в его репертуаре больше 40 песен советских авторов. 20 из них – военные песни. Их знают все. Они любимы людьми самых разных возрастов. Андрей считает, что творчество композиторов-песенников в военные годы – одна из самых замечательных страниц нашей музыки. У Андрея Пикалова нет точного графика концертов. Он выступает по вдохновению. Но сейчас, когда погода дарит по-настоящему теплые летние дни, не воспользоваться ими просто непростительно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.